Привет, друзья! Даже в воскресной школе бывают ситуации, когда дети плохо себя ведут, особенно если мама ведет урок воскресной школы. Это абсолютно нормально. Поэтому иногда можно использовать игру на сортировку хорошего и плохого поведения. Ее можно использовать и дома. Она особенно полезна особым деткам для понимания этого и для напоминания простым деткам. Тоже вполне можно использовать. Итак, давайте посмотрим. Сначала два листа – хорошее поведение и плохое поведение. Эти два листа кладутся рядом друг с другом. А теперь карточки. Карточки показывают и рассказывают о том, какое может быть поведение. Например, дергать за волосы, кидать вещи, толкать, убегать, ковыряться в носу, бить, гладить, делиться, сморкаться в платок, кусаться, кричать, обижать, поднимать руку, чтобы что-то сказать, сидеть тихо, спокойно сидеть, ждать, разговаривать, попросить помощи. Итак, маленькие карточки с поведением можно распечатать, разрезать и смешать. И пусть дети достают по карточке и соответственно кладут на листок с хорошим поведением или с плохим поведением. Что касается особых деток, я предлагаю вам сначала позволить ребенку положить карточки так, как он думает. И можно начать с нескольких карточек. Например, 3-4 карточки. Если ребенок положил неправильно карточку, то можно с ним поговорить, можно объяснить. Например, ковырять в носу это нормально, как он думает, но ты скажешь, что если ты ковыряешь в носу, то эта козявка может попасть на чью-то одежду, на стол, это будет неприятно другим. Поэтому лучше взять салфетку и вышмаркаться. Таким образом, через такое простое объяснение у ребенка закрепится понимание, и он будет понимать, что ковыряться в носу это не просто плохо, а это плохо, потому что он будет это понимать. Надеюсь, эти карточки будут полезны. А я желаю вам хорошего дня. Пока!